Что я хотел бы сказать следующее, да? Ну, раз Токаев помогает вместе с Назарбаевым, помогает Путину, то когда приехал Блинкин и его заверили просто, что все, вот извините, мы все исправимся, вот, ну, при этом нагло на сотню миллион долларов импортируют товары, которые реэкспортируются в Россию, конечно же, это говорит о, скажем, неточности подхода ведущих стран мира в оценке Казахстана. Ну, еще я хотел бы привести ряд фактов, которые тоже на поверхности. Он изображает Токаев, что сидит якобы на двух стульях, он боится Путина, и поэтому Казахстан вынужден маневрировать. Но обратить внимание, вот сегодня, например, министр финансов, вице-премьер, выступая в Сенате, где Сенат утверждал протокол о свободных экономических зонах, о налогоблажении. Свободные экономические зоны были, это Калининградская область, которая находится, проезд через Литву, Магадан и, внимание, Крым. То есть, Казахстан подписывает и подтверждает, что Крым является частью территории России. Вы же помните наши интерпретации блогеров, что якобы мы не признаем там ДНР и ЛНР? По Крыму четко уже подписан протокол, то есть, Казахстан юридически признал Крым частью территории России. И попытка этого министра и вице-премьера что-то промямлет, что это просто свободные экономические зоны, и он вообще ничего не говорил, что Крым является частью территории. Это выглядит очень смешно и глупо, потому что прямо Сенат утвердил взаимоотношения Казахстана с свободными экономическими зонами Российской Федерации, в частности с Крымом. Видите, вот как все это по действиям легко отслеживать реальность и не говорить, что мы типа Казахстан не признаем, что Крым является частью России. Нет, это все не так.